Выиграть всё. Документальный фильм под таким громким названием рассказывает о легендарной женской гонбольной команде «Спартак» и её тренере. Как дань памяти Игоря Турчина, премьера картины состоялась как раз накануне его 80-летнего юбилея. Киевский гонбольный клуб «Спартак» под руководством Игоря Турчина. Двадцатикратный чемпион СССР. Тринадцатикратный победитель Кубка Европейских чемпионов. В составе сборной СССР дважды чемпион мира. Двукратный олимпийский чемпион и бронзовый олимпийский призёр. По количеству побед команда «Спартак» вошла в книгу рекордов Гиннеса. Зинаида Турчина признана лучшей гонболисткой мира в 20 веке. Выиграть всё название фильма в двух словах передаёт суть спортивного пути «Спартака» и цель его создателя и руководителя. Главные герои – «Спартаковки» разных поколений. Самый первый состав во главе с Зинаидой Турчиной автор возвращает на пару десятков лет назад. Они заново переживают все перипетии спортивной борьбы, вспоминают тренера, делятся сокровенными воспоминаниями. На премьере очень волнуется, для них это тоже первый просмотр. Снимались, значит, ну, это первые, значит, игроки, которые Турчин взял со школьной скамеи. Это Маша Литашенко, Люда Мила, Бобрусь-Парадник, Турчина и Галина Захаров-Моноха. Вот эти четыре человека, которые были с первых дней, как он набрал команду, ну, пришёл в детскую спортивную школу. В зале все поколения семьи Турчина. Есть среди них и Игорь. Сегодня есть все, и дочка, и сын с невесткой, и дочка с мужем, с внучкой. Игорёша, вот мой Игорёша, Игорёша мой внучок. О, Игорь Турчит, младший. Десять лет работал над картиной режиссёр-подстановщик Дмитрий Томашпольский. В 90-х познакомился и подружился с гандболистками-ветеранами «Спартака» и периодически снимал их в разных форматах. Вскоре появилась возможность создать полноценное документальное кино. В 2013 году сценарий выиграл конкурс «Госкино». Этот фильм снят полностью за деньги «Госкино Украины». И нам удалось снимать и в Украине, не только в Киеве, но и даже в Каменец-Подольске мы побывали. А также мы непосредственно в том месте, где случилась трагедия, где погиб во время матча, умер во время матча Игорь Евдокимович Турчин в Бухаресте во время игры 7 ноября 1993 года. Фильм сделан по законам спортивного матча. Он достаточно эмоциональный и рассчитан на зрителей любых возрастов. В Украине картина «Выиграть всё» выйдет в прокат 17 ноября, а уже 18-го состоится мировая премьера в Милане. Буквально через несколько дней мы едем на самый крупный фестиваль спортивного кино. Это говорит о том, что наш фильм признан. Дело в том, что он вошёл в номинацию и будет бороться за звание лучшего фильма о спорте мира. Ещё одной данью памяти великого тренера станет ежегодный турнир «Кубок Турчина». Он пройдёт в Киеве 20-21 ноября. Елена Дидух, Тимофей Сорокин, UATV.